Всем привет! Друзья, мы снова в Нижнем Новгороде. Как и обещали, снимаем вам полный обзор по системе PAX. То есть это гардеробы, которые изменяются под вашу потребность, растут вместе с вами, увеличиваются вместе с вашей семьей. Использовать можно как угодно, можно поставить в спальне, можно поставить в гостиной, в коридоре, но только на холодном балконе все-таки нежелательно ставить, так как данная мебель не используется во влажных и холодных помещениях. Значит, друзья мои, давайте сразу скажу по концепции, что и как будет. Сначала мы вам покажем несколько вариантов PAX, чтобы вы могли понять, что это, как, зачем и почему. Кто не знаком вообще и кто, допустим, у нас есть такие клиенты, которые приходят, я хочу PAX, я видела друзей, но я не понимаю ничего на сайте, у меня нет понимания, как собрать свой гардероб. Поэтому мы вам сейчас покажем коротенько несколько гардеробов, потом сходим, посмотрим внутренности, потом посмотрим каркасы, двери, в общем, будем разбирать его по частям. Как говорят любители всевозможных тренингов, скушаем слона по частям. Пойдемте его есть. Давайте на примере одного гардероба на стоимость, размеры, что входит в комплектацию. Мы разберем, объясним вам, что такое PAX, а дальше пойдем смотреть, что и как. Значит, смотрите, какие плюсы. Вы можете собрать шкаф по своему разумению. Это не тот гардероб, который вам производитель предложил, что полка только в этом месте или здесь вот только корзинкой вытемлить ничего не можете. Здесь, ребят, это лего для взрослых. Каждый элемент продается отдельно. Давайте смотреть, что входит в комплектацию данного шкафа. Значит, смотрите, вот такой вот гардероб, состоящий из каркаса, двери, плавно закрывающегося комплекта петель и кожаные ручки. Дальше, внутренние элементы на 1800 это полка под беленый дуб. Так, это я вам показала. Теперь, значит, смотрите, давайте смотреть особенности. Во-первых, у PAX вот такая вот перфорация. То есть перфорация где-то через два-два с половиной сантиметра. Вы можете переставить, как вам удобно. Вот такие вот чопики у полок. Раньше они просто вставляли, сейчас закручиваются на саморез. То есть вот на этот чопик вы отверстием кладете вот так полочку, и она у вас не скользит. О чем я говорила вначале, вы можете полки менять высотой, как вам удобно. Кстати, вот сейчас показываю цвет беленый дуб. Надеюсь, камера все-таки хорошо передаст цвет. Вот более-менее. Такой вот он слоистый. Значит, все это ДСП. Но, кстати, неплохого качества. ДСП ламинат меламин, задняя пленка ДВП. Некоторые злопыхатели говорят, что PAX уже не тот. Ну, возможно, все-таки соглашусь. Все-таки удешевление производства, перенесенного в Россию, чтобы можно было держать более-менее доступный ценник для массового, для населения, немножко удешевляет процессы. Но, ребята, какой есть. Хотелось бы все-таки услышать в комментах. Допустим, вы покупали PAX 10 лет назад, и вы там, вы знакомые, родственники, купили PAX полгода, там, несколько месяцев назад. Ребят, как эксплуатация, как сборка, если нет разницы. Потому что у нас, например, PAX такого среднего возраста, поэтому у нас претензий к нему нет. Единственное, что, если мы, допустим, переезжаем и постоянно собираем, разбираем, то вот места креплений, они разбалтываются. То есть вот покажу вот здесь, да, вот видите, то есть вот со временем, со временем, то есть они начинают вот так потихоньку махриться, рушиться. То есть все-таки это не постоянный разбор, но несколько переездов переживает обычно. Дальше момент. Обязательно собирайте по инструкции. Вот такие вот металлические шайбочки. Их нужно вставлять. Это жесткость. То есть это сцепка. Это не жесткость, ошиблась, это сцепка. Просто у нас есть такой личный опыт. Папа собирал шкаф, сказал, что ему инструкция не нужна. Человек в старой закалке. Эти штучки вставлять не стал. Ну и, соответственно, когда стали поднимать каркас, все просто развалилось. Я не говорю, что все так делают, но этот момент тоже учитывайте. Значит, смотрим шкаф дальше. Он разделен на две половины. То есть каркасы, кстати, делятся на 50-е. Вот что я вам показывала вначале. Вот он. Это 50-е. А, это зеркало отражается. 50-й каркас. Вот это метровый каркас. Таким образом складывается полтора метра. Значит, теперь внутренние элементы. Подсветка продается отдельно. Полка большая. Это сезонное хранение. Когда делаем планировку сами, не клиенты, всегда рекомендую наверх ставить полку. Что бы у вас не было, что бы вы не хранили, но всегда есть вещи, которые вам на данный момент не нужны. Пользоваться на постоянку просто неудобно. У меня рост 1,70 метра. То есть, ну, если только вы не баскетболист. Поэтому сюда закидываем всегда наверх то, что нам не нужно в данный момент. Дальше. Полтяные штанги. Вот такая вот разделительная, очень удобная. У нас у детей в шкафе фубримнос, кстати, стоит. Хорошо делить длинные вещи и короткие. То есть, здесь, допустим, у старшей дочери висят платья. Здесь у младшей все кратыши. Там ветровочки, кофточки и так далее. Нижняя полка тоже. Самый низ все-таки. Шкаф нужно использовать функционально. Сюда тоже складываем какую-то несезонку. Потому что использовать ее на постоянку. Ну, допустим, вот туда трусы-носки сложили, выдвижную корзину поставили. Ну, тоже не вариант. Просто неудобно каждый раз наклоняться. Вот в этом гардеробе минимальная такая. Минимализм. А ценник здесь все-таки складывается от дверей. Здесь вот, допустим, зеркальная дверь. 3,300. Зеленая, серо-зеленая дверь. 6,000. То есть это все можно удешевить. Самая бюджетная дверь начинается от 1000. Теперь посчитайте, как это может быть. Так, ну я думаю, с концепцией, что такое гардероба ПАКС, вы поняли. Теперь пойдемте смотреть внутренности. Каждую отдельно. Что, как, зачем, почему. Потом покажем двери. И может быть сейчас каркасы сразу покажем. Раз по цветам, раз здесь стоим. Беленый дуб мы вам показали. 50-й показали. Метровый показали. Так, вот белые каркасы. Дим, я думаю, ты какие-то общие планы поснимаешь, да? Как вот могут выглядеть для фантазии? Быстренько, да? То есть такую вот как-то съемку. Так, значит, белый. Классический белый, матовый. Устойчиво все это дело к царапинам. Сразу скажу, мне ПАКС нравится. Какие бы я минусы в нем не пыталась найти, я особо в нем не вижу. Ну, единственное, конечно, это высота. 2,36 либо 2,01. Если у вас там выше, ниже, вы не попадаете в высоту, допустим, у вас 2,45. У вас остается ни туда, ни сюда. Либо у вас, допустим, 2,10. И у вас 9 сантиметров болтается в воздухе, вот этот момент тоже, ну, как-то жалко, да? То есть тогда уже вы покупаете шкаф по размерам у своих местных мебельщиков. Кстати, у нас в Саранске часто мебельные обращаются к нам за внутренностями. Мы привозим корзины, ну, все кроме полок, да? Все, что железное есть в Икее для гардеробов, мы привозим. То есть люди по размерам заказывают, высоту делают, какую им нужно, а глубину и ширину используют икеевскую. Так что вот такой вот лайфхак. Имейте в виду, кто занимается мебельным бизнесом, производством, люди любят внутренние комплектующие Икеи. Они хорошо эксплуатируются и за адекватные деньги продаются. Так, белый я вам показала. И теперь вот черно-коричневый. Так, не нравится. Публикует. Я вредная. Так. Дим, света много и блики. Блики прям. Я хочу поближе фактуру показать. Потому что на сайте вот этой фактурности ее особо не видно. О, нет, теперь у меня темно. Ешкин ход, куда нырнуть-то? Ну вот, более-менее. Вот здесь реальное отражение черно-коричневого цвета, вот этой вот полосатости. Неплохо сочетается с мальмом, но здесь вот у черно-коричневого все равно есть вот эта прожилка. Ну вот, наверное, вот так что ли. Вот, видно. Это черно-коричневый. Так, ну прячем тогда идти к фурнитуре. Давай покажем, какие варианты предлагает нижний в качестве готовых модулей ПАКСа, да? Кстати, можно составлять... Пойдем покажем. Можно составлять вот такие открытые гардеробные, конечно, если у вас позволяет место. Можно сделать вот такую красоту. Общего ценника не указано, но можно примерно посчитать. 3,500, 14,500, это 18, 19, 22,500, 22,500, 23,26, 36, 36, 46, 50. Вот такая вот гардеробная 64 тысячи. То есть от края вот от этой боковой секции до вот окончания, где висит платежка. Здесь как раз выдвижны красивые полочки, подсветки. То есть здесь вот именно для всякой-всякой... А? Для всякой-всякой красотулины. Но я думаю, мы сейчас отдельно покажем все элементы. Здесь украшения. В общем, у кого такая роскошь есть, делитесь. Мы хоть с Люней попускаем. Видите, как можно все разложить, да? Такая вот вставочка для ремней. Такой мужской уголок. Мужчинки чуть-чуть место выделили. Вот как могут мужские аксессуары храниться. Ну, пойдем дальше смотреть. Вот такой вот фордаль. Значит, здесь микс. Две стеклянных двери, две глянцевых двери. Фордаль соединены. Вот что внутри. Мы не останавливаемся отдельно на элементы, потому что это все будет отдельно. Видите, можно сделать какой микс? Даже совершенно с разными ручками. Поэтому, когда спрашивают, а какая минимальная цена? Ребят, а ее просто нет. Тут зависит от того, как работает ваша фантазия. Давай покажем вот этого красавца. Новый цвет дверей. Форсант. 36 тысяч без малого. Торцевая, боковая секция. Вот здесь, кстати, угол прячется. У Икеи Пакса изменился угол. Раньше он был трапециевидной формы. Сейчас это выглядит вот так. То есть это вот такой угловой каркас. То есть они сейчас стоят вот так. Раньше вот так. Так, угол вот. Вот сам угловой. То есть вот этот угловой, товарищ. А это уже стоит метровка. Нет. 75-й. Ты показал внутренности? Так, и вот здесь у нас что прячется. То есть гардероб состоит из трех отдельных каркасов. Прямой, угол. Из четырех даже. Еще один прямой, который прячется туда за угол. И боковая секция. Такой классический цвет дверей. То, что любят родители. То есть люди в возрасте уже такие оттенки предпочитают. Ну, не все, конечно. Кто-то любит яркое, светлое. Значит, вот такой вот. Метр пятьдесят. Без малого двадцать... Ну, тридцать. Без пятиста рублей. Встроенная подсветка продается отдельно. Вот эти дверки, кстати, нежненькие, боятся механических повреждений. Поэтому, если сильно чем-то ударите, могут быть сколы, трещины. Такой опыт уже у клиентов был. Это вот метровый. А этот, ну, пятьдесят сантиметров. Следующий. Почти двадцать восемь. Покажи, пожалуйста. Вот многие спрашивают, как выглядит сочетание узкой двери. Вот здесь у нас метр двадцать пять шкаф. То есть семьдесят пятый и пятидесятый. И чтобы такую комбинацию сделать, вам в любом случае придется одну узкую дверь ставить. Я считаю, что смотрится вполне неплохо. Очень похоже на Бримус. Узкое стекло. Открываем. Раз. Это пятидесятый каркас. А это семьдесят пятый. Ну, не умещается у вас вот метр пятьдесят. А есть возможность там метр двадцать пять, метр тридцать поставить. Можно вот таким образом использовать пространство. Кстати, дверка не до дверью, как ее часто любят называть, не выглядит. Открою маленький секретик. Здешние образцы свеженькие. Не особо давно обновили интерьер. И стоят они, мне кажется, от силы месяц, да, не больше. Поэтому все такое чистенькое, ровненькое, аккуратненькое. Еще не изшарпанное. Дальше. Тридцать четыре семьсот. Двухметровый. Глубина шестьдесят. Высота два тридцать шесть. Внутренности показал? А то, что вот там шланги, вот эти все. Вот такие вот волшебные штучки из линейки варьера кухонные. Это для шланга пылесосного, а это держатель для утюга. Очень удобно, все хорошо фиксирует. Причем можно поставить не только в Икеевский пакс. Можно поставить любой гардероб, если соблюсти вот именно крепеж. Очень удобно, все на месте, никуда не падает. Дальше у нас метровое отделение, как я подозреваю. Я не знаю, как мы пробьемся к дверцам, там народ опять. И еще одна пятидесяточка. Ну вот этот, кстати, гардероб больше похож на гардероб в прихожей. Здесь и хранение. Очень удобные вот такие штучки. Нас многие клиентки любят, покупают отдельно к другим гардеробам, не к Икеевским. Сейчас так скажу. Погладил рубашку, повесил, не надо убирать шкаф. Так, друзья, пока в дверях никого нет, пойдемте мы их посмотрим. Так, поехали по дверям. На одну камеру, наверное, да? Значит, викидаль. Зеркальное полотно. Разгон размеров от 25 сантиметров до 50. То есть 25, 25. Высота отличается. Это для 195, для 201. 2,29, для 2,36. И то же самое на 50. 10 лет гарантии. Зеркальное полотно, то есть само зеркальное полотно наклеено вот на такую основу плотненькую. Слушай, а я хочу все зафиксироваться. А, все, они ездят теперь. Интересно сделаны. То есть обратную сторону, где крепятся петли. Мы не посмотрим, да? Ну ладно. Следующие самые бюджетные двери. Когда у вас дома маленькие дети, рекомендую именно вот эти двери Вольда. Их не жалко портить пачкой. Это стоит 1000 рублей. Одна большая дверь. 50 на 2,29. Жаль, конечно, что спрятали крепежи по дверям. Там прям видно разницу в качестве. Белый форсант. Мне круто делать? У тебя нормально видно? Белый форсант. Смотрите, отличается от Вольда. А? Нет, есть вот так. Темноватка, конечно. А если нет разницы, зачем платить больше, да? Так, нет, есть разница. Смотри. Значит, Вольда тоньше, форсант потолще. Где-то на 0,5-0,4. Здесь у нас ДСП, ДВП, пластмасс АБС, акриловая краска, сотовидный бумажный наполнитель. А здесь ДСП, ламинат и пластмасс АБС. То есть разница в цене за счет того, что здесь бумажный наполнитель. Тем, мне кажется, Вольда более практичный получается, да? Кусок ДСП не так быстро раскрошится. Следующий Бергсбон, вечные двери, которых нет в наличии, их очень быстро раскупают. Ну, любят у нас эти двери, по крайней мере, в нашем городе. На фоне форсанта видно разницу, что это не белая, прям такой хороший оттенок бежевого, серо-бежевую сторону. Размеры такие же, 50 на 195,2-29. Здесь тоже ДВП, пластмасса, АБС, пленка. Спрятали все, что я хотела показать. Будем искать по много того гардеробах. А нет, там не получится, там петлями закрыты. Так, дальше фордаль, глянец. Просто глянцевая дверь. Следов особо не остается, поэтому в уходе все неплохо. Хорошо смотрится в коридорах, объема добавляет, свет за счет отражения. Размеры такие же. Ну и ценник, соответственно, варьируется от размера. Диседаль. Белый. Размер только один. Есть, кстати, вариант со стеклом, мы сейчас до нее дойдем. Седаль, внутренняя поверхность, гладенькая. Здесь тоже все аккуратно сделано. Так, вот такой. Седаль стеклянный. То есть это полностью стеклянное полотно. Сейчас его закрыли вот вставкой, на которой держится дверь. То есть если вы хотите открытый гардероб или сделать из гардероба какой-то шкаф, стеллаж, тогда этот вариант для вас. И тиседаль сочетается с комодами тиседаль. То есть можно единую стилистику сделать. Одна из дорогих дверей. Давай покажем поближе эту волну. Винтербро. Есть такая подобная в Беста. Я считаю все-таки минус, что вот здесь будет постоянно скапливаться пыль. Ну, уход все-таки вот более гладкий. Ну, не знаю, как-то для меня агрессивная дверь. Мне она не очень нравится. Рельеф. Все-все-все попрятали. Дальше. Цветочки. 3 500. Рисунок как будто набитый. То есть, вы знаете, не просто вдавленный туда, а он чуть-чуть выпуклый. То есть если рукой провести, он чувствуется. Лисбергет бежевый. То есть такой классический бежевый. Заявлен как светло-бежевый. Бежевый вольдер. Хорошо сочетается с Бестом под беленый дуб. Так как у Беста на пропали большие двери пропадает каркас из ассортимента, то можно сочетать Беста малышей с паксом под беленый дуб с дверями вольда. Вот этот переход, то, о чем я говорила в обзорах по комодам, что у Мальмы есть, да, что вот видно вот эту волну цветовую ее видно. Серо-зеленый ринз-волл. Мы его сейчас с вами смотрели в готовом варианте гардероба. Вот такой вот скос небольшой, но его не особо заметно. Ларнес. Я не знаю, за что просят такие деньги. Набитый рисунок. Восемь тысяч одна дверь. То есть оснащать двухметровый пакс. Допустим, два метрового каркаса нужно четыре двери. Тридцать две тысячи только на двери. Например, вольда четыре тысячи. В составе ДВП пленка ламинат. Все, больше ничего. Флисберберт где-то синий. Сложный цвет. Нужно подбирать к интерьеру. Не в каждый впишется, но красиво, конечно, смотрится. Оттенок интересный. И не яркий, и не кричащий. Хамнос. Черно-синий. На самом деле, такой темно-темно-синий. Это все рельефное, как будто паутина. Такие вот переходы. Ребята, не могу вам тряшку показать. Прямо-то обидно. Все же кодки какие-то непонятные. Гарантия, кстати, 10 лет. Поэтому, если за двери не что-то случится, смело пинайте сервис. Форсант новинка. Темно-красный. Шикарно будет сочетаться с били новым по цвету. Можно оснастись гостиную таким цветом. Ты снял? Здесь, конечно, бликует. Он матовый. Такой вот винно-матовый. Ну, благородный цвет. Мне нравится. Форсант черно-коричневый. Для любителей темных гардеробов. Похож, да-да-да. Кстати, со старыми шкафами Тодолена. И оттенок, и фактурность. В общем, кто хочет поставить к Тодолену что-то рядом, пожалуйста, можно из форсант селептика. Так, здесь у нас пустыши. Лисбергет антрацит. Цвет ближе к черному. Темный такой глубокий-глубокий серый. Даже серости особо не видно. Все-таки больше чернота. Может быть, так вот оттенок будет получше. Выберем, на какой камере будет прилично смотреться. Nexus. Ну-ка. Давай с форсантом сравним. Кричневинки. Больше, более светлый оттенок. Здесь более темные. Это мы смотрим полностью распашные двери. Есть еще раздвижные. Опять у нас обзор на полтора часа. Так, пустышки. Теперь пойдем к раздвижным. Вот у нас вся линейка раздвижных. Давайте смотреть. Значит, смотрите, раздвижная. Что такое раздвижная дверь? Это вот такая вот металлическая окантовка. Сейчас выдвину. Называется рама. Сначала вы собираете раму, крепите ее как нужно. А потом в нее вставляете дощечки, либо стеклышки. Сейчас мы вам покажем варианты. Значит, по цвету рамы... А, вот, кстати, удачно. Сейчас мы трех богатырей в рядок поставим. Значит, цвет рамы белый матовый, черно-коричневый и алюминий. Рамы полностью железом. ДВП, пленка, пленка. Нет, мне нужна сама рама. А, вот, обвязка дверей, декоративная планка, алюминий, эпоксидное порошковое, полиэстерное покрытие, обвязка алюминий анодированной. То есть все это у нас железячки. Значит, по цветам рам я вам сказала. Теперь давайте смотреть, что предлагают поставить вовнутрь этой рамы. Линейка аули – это зеркальное стекло. В каждой пачке, независимо от того, какие вы берете двери, полтора метра, либо два, по четыре стекла. Отличаются как раз они размером, да? То есть неважно, какой вы шкаф собираете, у вас дверь, повторюсь, на полтора метра, либо на два, у вас будет вот так четыре стекла. То есть вот эта окантовка, она у вас будет обязательно, от нее вы никуда не денетесь. У вас клиентка недавно спрашивала, можно ли спрятать окантовку? Увы, нет. Second, тоже часто заказываемая. Видно руку мою? Вот видите, да? То есть если, допустим, подальше будут вещи, то их особо не видно. Если бардак у вас прям вот, то вот прям видно. Это у нас матовое стекло. Дальше фервик. Белое стекло новое. Оно менее прозрачное, чем Second. Практически не видно, как дымка такая. Вот эту руку, когда уже плотную кладу. Угдаль. Более прозрачное, но за счет дымки не видно. Серое стекло, но в зависимости от того, как падает освещение, может играть от черного до серого. Хуксунд разного цвета. Глянец светло-бежевый. Я, наверное, выключусь пока. Глянец светло-бежевый. Здесь ничего. ДСП-шка взади. ДВП-шка, ДСП-шка. Дальше глянец светло-серый. То есть это не в одной пачке два цвета миксом, а просто вот так разделили. Светло-серый, светло-бежевый. Дальше тот же Хуксунд глянец темно-зеленый. Сложный какой-то бутылочный цвет, да? Не вижу такого гардероба, где он должен стоять, в каком интерьере. Почему его нет? Ну да, на вкус цветло-мастера разные. Дальше. Одни из самых бюджетных панелек – это мехам. Просто белые, просто ДВП и бумажная пленка. Обычные белые вставочки. Если вам не нужно ничего сложного, хотите обычные белые двери – ваш вариант. Ильсенг. Ильсенги в трех цветах. Дубовый шпон – беленый. Коричневая морилка – ясеневый шпон. И черно-коричневый. То есть здесь шпанированное шпоном дерево. А здесь тоже, кстати, ясеневый шпон. То есть все три варианта – все шпанированное. Зависит только от цвета краски. А нет, там дуб, все, затупило. Значит, здесь ясеневый шпон, прозрачный акриловый лак. А здесь ясеневый шпон и морилка. То есть это вот реальный цвет ясени, это покрашенный. Там дубовый шпон. Дальше. Мне, конечно, не совсем понятны эти двери, но тем не менее. Пробковый шпон. И бамбук. Бамбук двусторонний. Сейчас мы вторую сторону покажем. Вторая сторона. А, так мы с тобой тупим. Вот он, двухсторонний. С одной стороны он темный, с другой стороны он светлый. Ну, кстати, интересно, да? Надоел один цвет, поменяли на другой. Как Вольда, помнишь, был раньше? Дальше. Уже целиковая, готовая, раздвижная дверь Хасвик. Здесь уже, кстати, не будет никаких окантовок, просто будут целиковые двери. Такие же двери Хасвик, просто белые, матовые. Разница в цене есть. Смотрите, глянец белый в двухметровом стоит 14, здесь 10. Ну, округляю, да, для простоты. Глянец в Икее всегда дороже. Поэтому, если не хотите переплачивать, берите матрости. И с Кворкмом. В полоску белый-бежевый. Полоска такая вот фактурная, она чувствуется. И она вот с ним поближе. Она не ровная, как такая вот, с казакообразной строчкой. Ну что, по дверям все, пойдемте внутренности смотреть. Ну что, друзья мои, мы добрались до святого святых для внутренностей. Так. Ну, сначала, наверное, и начнем, да? Чем лучше. Что-то уберем. Значит, смотрите. Внутренности, то, что касаемо ДСП, или ДВП все-таки, ДСП, делится по цветам так же, как и сами каркасы. Бабелленый дуб, белый и черно-коричневый. Независимо от того, в каком цвете. Кстати, от цвета в этой ситуации цена уже не зависит. Давайте смотреть, что у нас есть. У нас есть полки. Мы вам уже показывали, когда смотрели комбинации. Я не знаю, если мы сейчас по ценам начнем все озвучивать, у нас подписчики запутаются, да? Поэтому все это можно увидеть на сайте. Наша задача показать, как бы, вот, ну, более близко нюансы какие-то, да? Которые на сайте скрыты. По крепежам полок я вам уже показывала, что это вот вкручиваются вот такие штырьки и одеваются. То есть здесь такая же вот дырочка. Так, полки, значит, у нас беленый дуб, черно-коричневый и белый. Так, штанги, но они все здесь. Ой, о чем ведь не сказала. Гардеробы-то помимо того, что 58 сантиметров глубины, еще бывает 35. Когда у вас 35-е гардеробы, то штанга с плечиками располагается только вот так. А вот так располагается штанга уже в глубоком гардеробе. Этот момент тоже учитывайте. Что такое выдвижная штанга? Вот на примере вешалки, наверное, удобнее будет, да? Вы пришли, разделись, повесили. Нужно достать, вы можете ее выдвинуть. Но при условии, что вы целиком открыли дверь. Крепится шурупиками. Здесь вот просто по принципу здесь стоит стопор. И он не дает дальше съехать. Цвет белый и цвет серый. Дальше, что есть еще по выдвижным функциональным вешалкам. Вот такие вот. То есть это тоже удобно. Какие-то мелкие вещи, когда вешаете, можно просто достать сбоку и все. То есть вы здесь... А в чем фишка вообще? Это и, казалось бы, да, можно крючки повесить. Вы используете все пространство шкафа. У вас не остается ничего пустого, ничего свободного. Здесь вот такая металлическая планочка. Тоже все на шурупиках. Прям крепкая такая. Даже в смазке. Цвет белый и серый. Ну, я думаю, как стоим, так и будем прям разбирать, да? Чтобы не бегать. Ящики. Это 35-е ящики. Ну, глубину, сами понимаете, да? 35-е, он и в Африке 35-е. Далеко не убежишь. Но, тем не менее, когда места не сильно хватает, можно... Так, здесь у нас на чем? На хвостик у нас этих, на страшных, да? Так, ладно. Ну, сейчас изнутри покажем. Так, управляющие. Ну, дно, кстати, в отличие от комода, все-таки хорошо вставлено. Не могу я добраться, показать зазор какой. Все впрятали. Кстати, у кого как ящики эксплуатируются? У нас пока нареканий... У нас вообще покупок за все время работают, брака не было ни разу. Ни браков, ни таких вот возвратов по причине, там, плохой эксплуатации. Значит, металлическая планка. Она крепится. То есть она, как бы, получается, и держит. Корзины. Корзины сейчас обновили. Раньше было вот такое вот плетение. Крупные корзины были. Сейчас их уже не продают, либо остатки в магазинах есть. Сейчас вот такое плетение. Я считаю, что оно более удобное. Ну, поэстетичнее смотрится, да, чем... Хотя разницы в цене особо нет. Такая вот сетка. Здесь уже ролики. Я думаю, я смогу снять, да? Направляющие продаются отдельно тоже. Плюс, если вы что-то сломали, потеряли, всегда можно купить отдельно. Крепится к стеночкам боковым, а потом просто ставите корзинку. Серая. Ребята, еще раз говорю, мы не говорим цены и артикульные номера. Обзор будет двухчасовой, трех, не меньше, да, если мы будем каждую цифру говорить. Вы все это можете самостоятельно посмотреть на сайте. Так, полка для обуви. Такая вот, 900 рублей стоит. Она никуда не бегает, никуда не двигается. Она просто стоит. То есть вы сюда поставили ботинки, и все, выдвинуть у вас ее не получится. Железная. Есть борт. Нареканий к ней тоже никаких. Значит, крепится, ставятся просто вот такие вот чопики, и одевается полка. Все, больше ничего. Ну и вот здесь вот тоже стопор, чтобы у вас ничего не убежало. Вот. Белый и серый. То же самое в маленьком 50-м каркасе. Такие же корзины, полки. И штанги. То есть, ну, полки дублируют друг друга. Дальше. Помимо того, что есть каркасы, есть разделители в каркасах. Представьте у вас ситуацию, что вам, ну, неудобно вам, да, поставить там 2,5 каркаса. Ну, вот нужно вам выделить нишу, чтобы вот так вот это примерно выглядело. Вот такие вот разделители для этих целей есть. Внутри разделителя можно поставить чемодан, можно поставить полки, корзины, ящики, в общем, все, что вам угодно. Это такой мини-каркас в каркасе. Вот это новинка. Поворотное зеркало. Очень удобно. Плюс сзади у нас вот такие крючки. Вот такой фетровый кармашек. Можно складывать всякую красоту, но... Функциональнее даже, да, чем просто зеркало ставить. Ценник, конечно, не бюджетный. 3,500. Цвет темно-серый и белый. Дальше дополнительная плотиная штанга. О чем говорила в самом начале, это удобно разделять пространство на длинные короткие вещи. Белые и серые. Крепится она к боковой стенке. И наверху крепится к самой штанге. Раздвигаете вы ее в зависимости от того, сколько вам нужно. Вот пример размеров от 54 до 77. 500 рублей стоит. Если крепление позволяет, либо вы просверливаете, можно повесить в любой шкаф, даже не икеевский. Ну, нужно додумать, да, как это будет выглядеть. Дальше мы подошли к более вкусному. Более интересные варианты хранения, варианты разделения. Так, ну, давайте штангу покажу. Штанга обычная полая металлическая трубка. Две точки крепления. С каждой стороны серая и белая. Разделяется просто градация по длине. 50, 75 и 100. Теперь полка стеклянная. Комплимент. Это ее различные вариации. Полка невыдвижная. Она монолит. Вот для чего она нужна. Когда вы ставите вниз выдвижную полку, как вот здесь представлено, и ставите какую-то красоту, вам нужно все-таки все это закрыть и защитить, да, чтобы у вас сюда вещи не свисали. Поэтому вот такие вот полки. Ну, это уже эстетика. Значит, крепимся мы вот на такие же чопики, как и обычная полка. У выдвижных полок механизм. Достать я ее, конечно, не смогу. Она на скрытом. Такой вот механизм движения. Ходит здесь все плавно. Вот такие вот вставочки с отделениями. То есть, ну, это украшение, да. Можно достать. С трудом это получается одной рукой. Получится просто обычный ящик, если эту фетровую вставочку убрать. Девчонки, мальчишки, это только вот, ну, для побрякушек. Да, для чего-то мелкого. Ну, либо там, я не знаю, ремень, подтяжки. Ну, какую-то мелочушку, да, сложить. Дальше. Варианты комбинирования разные. Вот такая вот вставка для украшений. Мягкая. Такая же вот волнообразная, какую мы смотрели. Разделитель для раздвижной полки. Очень удобно складировать ремешки. Какую-то мелочь. То есть, ну, более мужчины, я думаю, это больше любят, чем женщины. Хотя, знаю, что девчата тоже такое берут. И вот такая еще вставочка. Мы смотрели поуже, это пошире. Здесь тоже градация по размеру. И цена полностью зависит от размера. Кстати, многие вещи не особо давно появились. Это у нас просто полка. А, нет, это уже ценник, это разделитель для каркасов. Это просто полка. Нет, все, я туплю. Это не просто полка, значит, это разделитель. Тот мы смотрели, Г-образный. Это Т-образный разделитель. Да, спасибо, Дима. То есть, получается, сверху у вас полка. А здесь вы полностью разделили так, как вам удобно. Значит, в этой ситуации у нас корзины. Мы их уже рассматривали. Здесь давайте смотреть. Вот это новая штучка. Не могу даже сказать по эксплуатации. Заказов не было еще ни разу на Саранск. Давайте разбирать. Пластиковые крепежи, все плотно. Здесь вот такие рельсы. Вот вы скажете, наверное, рассказывает, рассказывает. Такой этот пакс классный. А у меня вот развалился. Ребят, делитесь, делитесь в комментах, как эксплуатировали, что делали. Ну, на самом деле, я считаю, что это универсальный гардероб. Идореканий. Ну, если только, наверное, от качества каркасов, да, потому что оно ухудшилось. Внутренность, в принципе, все хорошо. Значит, для чего эти сумки? Текстильные модули. Ценник у них не бюджетный. Отличаются цветом они вот этой окантовки. Это беленый дуб, есть черно-коричневый и белый. Я даже не знаю, что. Но грязное белье вряд ли кто-то здесь будет хранить. Какие-то, может быть, вещи несезонные. Ну, больше эстетика, что ли. Если у вас уже есть такой модуль, поделитесь с нами, зачем покупали. Значит, выдвижные полочки. Вот какой мы с вами трели с вами большой. Это маленькие, под всевозможные вставочки украшения. Потому что, кроме как под украшения, использовать больше никуда не получится. Если у вас большая ювелирная коллекция, вот так ее можно спрятать. Плавные не заходят. Надо подтолкнуть. Так, здесь у нас дальше полки. Вот многофункциональные вешалки я вам показывала на 35 см. Есть еще на 58 см. Отличаются глубиной, соответственно, и количеством крючков. Крючки крепкие. Нужно силой постараться, чтобы все это выдрать. Так, стеклянную полку мы уже смотрели. Брючница. Одна из самых удачных, я считаю, элементов гардероба. Хорошая, плотная. Причем, на каждую брючницу можно повесить, ну, на каждую планочку можно повесить по две пары брюк. Сюда и сюда. То есть, раз. Да, можно. Тоже они на 50, на 75 и на 100. Цвет серый и белый. Рельсы примерно все одинаковые. О, ура, я могу показать. Рельсы. Опускаем на место. Никакого вандализма. Так, вот смотрите. Помимо того, что можно сюда поставить коробки из серии скуплива, любые другие, у комплимента, именно для Пакса, появились вот такие вот коробочки. Конечно, нифига не бюджет, но набор из двух штук стоит либо 600, либо 800 рублей. И чтобы комплектовать, получается, раз, 800, два, это 1600, 1600 и 600, 2200. То есть, вот такой вот модуль получается 2200. Здесь такой, ммм, чего, 1600 и 600, 2200. Кто у нас болеет? 2200. Плотный фетр, ну, не знаю, дороговато, что ли, можно с кумами обойтись, функционал тот же будет. Ну, зато, если когда все в одной стилистике серенькой, когда вот такие вот вставочки, не знаю, как эти, награды в музее. Ящики, вот уже 58, то есть, уже хорошо можем выгружать, но не забываем, что это ящики, как у комодов, и есть риск, что они вывалятся. Так, дальше, вот, кстати, любимая деталька наших саранских мебельщиков. Выдвижная полка для обуви. Очень удобно. В отличие вот от такой, где просто под углом, здесь вы можете достать. То есть, убрать, забрать, как вам надо. Раз, два, три. Ну, шесть парового уместится, да, на одном? Вот сюда три, сюда три. Спокойно уместится. Удобно. Места занимает мало, функционально можно помыть, протереть, не развалится, не рассохнется. Рельсы отличаются. Сейчас попробую подлезть. Одинаковые у всех, да? Да, кстати, как у ящиков, я вам уже показывала, от ящиков отличается. Ну и помимо глухих ящиков, есть и с такими стеклянными вставками. Разница только в цене. Сюда, наверное, только если красоту какую-то складывать. Поэтому вот я функциональности в них не вижу. Поэтому, девчонки, кто если хранит таких, расскажите, именно для чего брали. Так, ну что, по внутренним элементам, наверное, все. Ящики, штанги, ящики, штанги, брючницы, всевозможные вставки для украшений. Раньше, кстати, помнишь, были красивые красные такие бордовые круги были для украшений? Вот, ну, как-то дорого-бухато было. Так, помимо этого, есть вот такая угловая торцевая секция шок. Это удобно, когда вставить либо в гостиную, либо в коридор. Значит, размер либо 37 на 58 на 2,36. А, да, 2,01 ее сейчас нет. Полки уже неизменные. Далее наши мебельщики. Вот, кстати, где можно показать качество каркасов. Где можно показать качество каркасов. То есть вот это все видно. Поэтому, если брать, наверное, все-таки брать и закрывать. Тогда будет более-менее нормально эксплуатироваться дверями. Ну что, друзья мои, внутренности мы с вами посмотрели. У меня такое чувство, что вы вообще в конец запутались, кто не владеет темой. Давайте мы вам дальше продолжим показывать интерьерно. И вы более-менее, может быть, скомпонуете у себя в голове, какие могут быть гардеробы. Но не забывайте, что на сайте есть бесплатный планировщик. Бергсбум. Угловой. Так вот компактно выглядит хорошо уголочек. Здесь у нас метровый. Это глубина 35. Вот они, вешалки. Вот, кстати, два вида подсветки. Внутренняя и внешняя подсветка. Уголок. Мы, кстати, узнали, что вот эта вот резиночка, она входит в комплектацию углового гардероба. Одевается специально на дверь, чтобы дверки не стукались друг об друга. Чтобы все хорошо между собой. Функционировало. Резиночку я пока параллельно покажу. Такая вот резиночка. Так, грим мы показывали. Дальше вот они, двери теседаль. Сочетание стеклянной теседаль с глухими. Метр пятьдесят, стоит почти сорок шесть. Здесь у нас пятьдесят. Пятьдесят. Три по пятьдесят. А смысл ее открывать? Здесь все видно, да, за стекло? Интересный гардеробчик. Дамский. Ручки можно повесить разные. В Икеа ручек много. То есть здесь сочетание сейчас все в куче. Это и кухонные ручки. Смотри, что-то как-то аж... Все, что было, да, слепили. Так. Тридцать три, грубо. Раз. А мне больше всего нравятся белые. Они как-то более такие воздушные. Может, лучше двери цветные, да, но вовнутрь заглядываешь, так вот светло. Ой, я рана. Открытый вариант. Как, например, это может стоять в кладовой, либо где-то там, ну, скрыто, да. Еще, ребят, учитывайте такой момент, когда собираете гардероб обязательно. Ну, кстати, на сайте все это указано, либо лежа можно горизонтально, вертикально можно собирать. Учитывайте высоту ваших потолков. Если она у вас не будет соответствовать тому, что просит сайт, то, что просит производитель, у вас просто шкаф не встанет. Так, дальше пошли раздвижные варианты. Купешки. 55 тысяч. Такой двухметровый на 66. Здоровый гардероб, да? Вот как выглядит рама. То есть вот этот тык всегда будет. Без этого не будет ходить дверь. Разница вот эта будет. Пойдемте вовнутрь. Здесь у нас 50 метр. Нет. 50-50. Две пятидесятки. Не метровка. А вот здесь метровый прячется. Интересный, кстати, гардеробчик. Вот мешки. А покажи, пожалуйста, сзади, вот с новыми дверями, как выглядит гардероб с одной открытой частью, как будто, да, стеллаж встроен. Вот тут отверстие. Да, вот отверстие, как вот у метода, да, заглушки есть. Вот это вот как-то, ну, эстетичности не дает. Посмотрим, что ли? Нет. У метода другая. Там как прям резьбинка такая. Вот что у нас внутри. Еще несколько купе покажем? Угдаль. Вот видно, да? Вот этикетка висит. Все-таки чуть-чуть просвечивает. Ну, и соответственно, не забываем, что темные, на темном пыль видно сильнее. Значит, метр пятьдесят. А куда более фантазировать-то? Все, что... Вот здесь похоже. Здесь все то же самое, только здесь немножко изменено. Поэтому внутри на самом... обыграли, может, стеклянные, я бы... одежда пыль. Здесь вот такое отделение. Поэтому это шкаф, который растет под ваши потребности. Десятилетняя гарантия. Бесплатно. Десять лет гарантии. Ребят, пользуйтесь этим. Имейте это в виду. Если магазин берет с вас деньги за то, что вы покуп... Ну, как бы за то, что вы покупали... То, что вы купили товар, да? Вам дают десять лет гарантии. Пользуйтесь этим моментом. Если что-то случается, нужно обязательно обращаться. В каких случаях гарантия не действует? На что распространяется гарантия? На что не распространяется? Имейте это в виду. Кстати, вся инфа есть на сайте. Вот вы этим буклетикам. Друзья мои, помимо... Я вам уже проговаривала словами 236 и 201. Вот так выглядит 201. Ну, это удобно в детскую. Всегда можно достать. Наверх можно поставить какие-то коробки-ящики. Это более мелкий гардероб. И вот 236. Дим, мы как-то сможем картину? А вот 236. Понятно? Ну, а 236 – это то, что мы с вами смотрели больших. Кстати, часто 201 берут не только в детскую, берут в спальню, берут в гостиную. В общем, используют в разных местах в зависимости от того, какая у вас высота потолка. Ну, это вот наглядная разница между 201 и 236. Глубина, я уже говорила, это 35-я глубина и есть 58-я глубина. Вот, кстати, 58-я глубина. Я думаю, они не так просто здесь стоят рядом, чтобы было понимание. Тебе бы как-то на контрасте, да? Ну, 58 и 35, по-другому никак. Ну что, все, наверное. Они, в принципе, все дальше уже однотипно идут. Такой вот обзор у нас получился. Извиняюсь за голос. Ребят, мы начали опять, вернулись все-таки в пространство Инстаграма. Начали развивать его. Поэтому, кому интересна наша жизнь за кадром, а кого нет ВКонтакте. Потому что ВКонтакте все-таки больше рабочий аккаунт, а в Инстаграме именно личный. Ссылка на Инсту будет в описании. Теперь дадим, будем добавлять. Вот, поэтому подписывайтесь. Приходите в гости, давайте дружить. Ну и, как обычно, ставим лайки. Не забываем писать комменты. Ребят, мне очень интересно. Расскажите вашу практику использования ПАКСов. Как что у вас эксплуатировалось. Про косяки расскажите. Потому что вот, ну, кроме того, что каркасы жабловатые стали, больше я никаких косяков сейчас по ПАКСу не могу сказать. Потому что все, что, допустим, клиенты брали предыдущие, ну, как бы, да, года, там все идеально. Их спрашиваешь. У нас все замечательно, у нас все хорошо эксплуатируется. Поэтому, если у вас какие-то косяки есть, давайте делиться. То есть люди должны знать, на что им рассчитывать. Ну что, друзья мои, еще раз вам спасибо. Спасибо, что досмотрели нас до конца. Не забывайте про наш новый канал. Ссылка тоже в описании. Мы рассказываем про большое количество всякого полезного. Это наша личная инициатива. Просто делимся с вами полезной инфой. Ну, наверное, все. Нас, кстати, почти уже 10. Поэтому скоро мы уже начали готовить обзор по кухням. Сразу скажу, это не вот так, не с наскока. Информации собирается много. Мы будем получать дополнительную консультацию сотрудников. Возможно, даже кто-то из сотрудников будет, будем брать интервью. В общем, инфы на канале будет много. Добавляйтесь, нажимайте на подписаться, чтобы первыми видеть наше видео. Пока!